МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всего на 0,08 секунды обошел наш спортсмен соперников. Соревнования на байдарках и каноэ спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата завершились в Москве 5 июля. 37 участников из 13 регионов страны. Игорь выиграл заезд в байдарке-одиночке на 200 метров. Меньше секунды разделили его на финиш с соперником. Сегодня чемпион в нашей студии. Мы говорим о том, как победить не только на дистанции, но и самого себя и, к сожалению, систему. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Вы знали, что вы победите? Вы всегда чувствуете, что вы одержите победу? Нет. Как-то в этот раз, честно говоря, я о победе не думал. Я думал улучшить свое прошлогоднее время. На сколько получилось? На 2-3 секунды. Ого. Но дело в том, что был сильный встречный ветер. Даже вот ребята в первом классе, они не могли в ловушке встать где-то около 10 минут. Это самым непростым было, да? Да. Потому что старт зависел от того, как ты ровно начнешь гонку. Если тебя отнесло, соответственно, тебе приходилось с одной стороны веслом работать, чтобы выправить лодку. Но то мне как-то удалось встать, как раз старт, и в принципе мне ничего не помешало встать ровно. Хотя соперник мой Сергей Облаков со Смоленского, он со старта ушел, наверное, на полкорпуса лодки. Но уже на середине дистанции получилось, что все втроем, как мы шли, я уже так боковым зрением смотрел, что мы все подровнялись. Но потом, вот у Сергея, наверное, дыхания не хватило, выносливости. Он начал понемножку отставать. А вот как раз с Петербурга Егор Фирсов, он начал, смотрю, что увеличивать. Но тут уже я понял, что финиш рядом, и уже я там себе, что не отдам победу, не отдам. И вот на последних уже метров все-таки получится добавить и выиграть вот эти доли секунды. Игорь, я, если не ошибаюсь, вы в этом спорте 4 года с 2015 года, да? Ну да, да, где-то от 3 года. Совсем небольшой срок. А с чего все началось? И как так быстро вы достигли таких высоких результатов? Ну, не то, чтобы как бы так быстро. Я больше, получается, там 10 лет, лет 12-14 занимался лыжными. Был в сборной России по лыжным гонкам. И, в общем-то, лыжную карьеру завершил. Отбор в Сочи не отобрался. И решил, что, наверное, уже хватит. И переключился вот как раз на греблю. Еще, то есть, функционально был нормально готов. Мог нагрузки держать, пульс поднимать до 200. И, в принципе, с этого и началось. Но лодки, которые мы приобрели, они в России изготавливались, но они такие тренировочные. На соревнованиях их не допускали. Они, во-первых, очень тяжелые. То есть их разогнать было очень трудновато. И поддерживать скорость на них тяжело. Но, несмотря на это, вот с тренером мы в один год было два сбора в Киргизии, на Иссыкуле. Мы провели два сбора. И, в общем-то, тогда я стал вторым в России. Уступил только я члену сборной тогда. Ну, буквально секунду. Была бы, может быть, лодка, вот как сейчас у меня, гоночная. Может быть, было бы все иначе. Но потом вот финансирование немножко сократилось. Уже сборов не стало. А все-таки вот байдарка, ну, немножко надо пораньше на воду садиться. Может, первые соревнования уже в апреле. А у нас в апреле не всегда вода есть. Поэтому... К сожалению, погода. Скажите, пожалуйста, ведь ваша организация уже почти 20 лет помогает людям с ограниченными возможностями преодолевать себя. Помогает людям чувствовать себя без ограничения этих возможностей. Какие виды спорта вы развиваете и кто к вам может обратиться? Ну, на данный момент я могу даже уточнить, что не 20 лет. Мы уже вообще организация зарегистрирована в 87-м году была. Изначально находились на стадионе «Динамо» за ДК на Ленинском. Там он делает парк... Я уже даже, честно говоря, не помню, как она называется. И потом, это в 98-м году мы переехали на Дипускуй-18. И вот с тех времен, в принципе... Чем занимаются спортсмены у вас, не только... Пауэрлифтингом ребята занимаются. Настольный теннис. Но с настольным теннисом у нас тоже немножко проблема. Так как зал небольшой, народу много собирается. Ну, не все успевают как бы наиграться, потренироваться. Два стола мы пробовали, но не получается. То есть расстояние между столами не дает возможности участвовать большему количеству людей. Лыжами гонками занимаются. У нас вот есть ребята, команда с ампутацией верхних конечностей. Сейчас это вот тренер, который меня тренировал. Сейчас он тренирует троих ребят, у которых ампутация верхних конечностей на лыжах. Будем рады видеть. Если у кого-то есть желание заниматься. То есть это не обязательно какие-то именитые спортсмены? Это люди, которые сейчас смотрят нас с вами, слушают. И можно как-то присоединиться? Каждый можно попробовать и оценить свои силы. Да, самое главное желание. Если у человека есть желание заняться, даже для себя. То есть потому что я вот сейчас на соревнованиях на лыжах не езжу. Ну, участвую и в марафонах, и так катаюсь. То есть получаю удовольствие от прогулок в лесу. И вот байдарку мы сейчас начали развивать. То есть сейчас у нас пока двое. Вот еще одного я парня пригласил. Наримова Евгения. Мы пока вот, пока он тоже провел буквально там 4-5 тренировок. Ну, думаю, что не остановимся на этом. Я вот просто смотрю историю вашего клуба. Спортсмены вашего клуба совершили лыжный переход по реке Обе. 200 километров за 12 дней. Подчеркиваю, люди с ограниченными возможностями. 7-дневный сплав. Вы штурмовали вершину Акт-Рул. Получается, что неважно, как жизнь распорядилась, невозможного нет? Ну, в принципе, все зависит, наверное, да, от желания человека. И вот буквально... Естественно, когда, возможно, когда человек с рождения сталкивается с каким-то диагнозом, наверное, он к этому определенно готов. Тяжелее? Нет, это тяжелее. Это зависит не столько от человека, если он с рождения, сколько от его родителей. Вот эта гиперопека, она мешает человеку развиваться. И, соответственно, то есть, когда он вырастает, родители даже не себя, наверное, винят, да? Они говорят, ну, в кого ты, да, что-то там не хочешь? Ну, это вы его так воспитали. Вы не давали ему развиваться. Вот и все. Поэтому вот я сейчас смотрю, легче, конечно, работать с людьми, которые приобрели, да, инвалидность. Они понимают жизнь, они работали где-то, занимались до этого там. А дети, которые просидели дома, с ними довольно-таки тяжело. Во-первых, у них очень мало развиты вот эти физические качества, которые формируются в детстве. То есть, если ребенок, ну, хотя бы вот чуть позже, да, получил, он успел там наиграться в футбол с детьми, там, в догоняшке, там, что-то, он уже совсем другой. А если человек вот с рождения получил, что, ну, родился ребенок инвалидом, довольно-таки тяжело. И тут в первую очередь должны вот родители и заниматься им, то есть физически. У нас в крае для пода, в принципе, таких вот специальных школ нет, но это, наверное, хотелось бы. Сейчас у нас мы совместно с Минспортом организовали тренировки в училище Олимпийского резерва, где дети со сложной инвалидностью, это ДЦП, который передвигается только на колясках, спастика очень большая. Ну, проводим занятия. А каким видом спорта могут заниматься? Вот с таким ограничением боча. Боча. Это олимпийский вид спорта. То есть, и я вот сам, например, с ребятами, которые с Бийска тренируются, ну, то есть ДЦП там, спастика очень сильная, еще попробуй их обыграй, если ты не тренируешься. То есть они со временем, и точность броска у них уже смотрят, могут там кинуть туда, от шарика отлетают, то есть с ними довольно-таки сложно соревноваться. Игорь, скажите, а вот если человек находится в состоянии депрессии, например, вот только с ним произошла беда какая-то, и он не понимает, как быть дальше, либо наоборот, затянувшийся какой-то период такой стагнации поведенческой, такого состояния, что все в жизни пропало, что бы вы посоветовали? Как себя сдвинуть с этой мертвой точки, как понять, что жизнь не закончилась? Я понял. Я сам, наверное, прошел все это лично, потому что после травмы где-то год я просидел дома, и когда там ребята меня вытащили, был клуб преодоления, Валера Шарипов его возглавлял, и вот они меня как бы вытащили, давай на концерт. Тогда мы очень часто ездили во дворе зрелища спорта, какие-то концерты проходили, то есть нас бесплатно пускали, то есть на колясках затаскивали, потом также вытаскивали. Но вот этот путь, например, жили же там на дальних черемушках, там на сурьме, мы на колясках весь этот путь проходили, соответственно, и обратно на колясках домой уезжали. Ни на трваях никто не ездил. То есть должна быть поддержка, должен быть человек, который поможет. Они мне тогда с колясками, это сейчас и коляски выдают, и трости выдают, сейчас много чем обеспечивает государство. Тогда этого не было, и вот мне и коляску дали, то есть все, посадили там, научили. И в принципе вот лыжный переход мой через Греландию, это тоже он начался через преодоление, когда там Николай Красильников, он говорит, он как раз прошел на коляске Симпалатинск, через Барнаулуни, Челябинск, Чернобыль, они шли на колясках. Вот, и он как бы с Дмитрием Шпаровым был знаком, он говорит, ну попробуй. То есть как раз объявили они отбор на Греландию. То есть я написал письмо, меня также в Москву вызвали, мы сначала прошли медкомиссию, потом уже такие сборы на лыжах, откуда я потом лыжником и стал. В вашем клубе готовы протянуть руку помощи? Куда людям обращаться? Мы находимся Диповская, 18. Вот в летнее время мы сейчас работаем с 10 утра до 10 вечера. Можно приходить, брать с собой форму. Единственное требование, должна быть справка от врача, что нет противоказаний. Потому что здоровье есть здоровье, можно не только поправить, можно его и нарушить. Игорь, скажите, вот вы, естественно, есть у вас мировой опыт сравнить, есть чем и российский. Насколько общество Алтайского края толерантно к людям с ограниченными возможностями? Ну, в принципе, я бы не сказал, что у нас люди хуже зарубежных, да. В принципе, когда обращаются, люди помогают. За рубежом все иначе. Там, я помню, такая ситуация была, что мы приезжаем на такси, но коляска у меня лежала в багажнике. А женщина, таксист, мне по-английски говорит, все, приехали, выходи. Я говорю, ну, по-английски тогда, ну, не смогу я объяснить ей. Я говорю, сори, что ноги. Ну, она мне что-то говорит, что выходи. Это вот Дания. И как же вы вышли? Ну, там, ребята просто, они вещи доставали, коляску достали. Ну, команда наша, и все. А с точки зрения оснащения, безусловно, там есть по-английски. Оснащения? Ну, в принципе... А у нас? Почему у нас этого нет? Там везде порогов-то нету, да. Такие вот места, как гостиница, там вообще все идеально. Вот совсем скоро у вас должен быть чемпионат по ГТО для людей с ограниченными возможностями. Готов ли наш регион принять спортсменов из других регионов? Есть ли у нас где их разместить? Есть возможности, есть ли пандусы, какое-то оснащение специальное? Да, это наша организация вырвала грант губернатора Алтайского края в сфере социальных некоммерческих организаций. И мы с 23 по 25 августа будем проводить, принимать нормы ГТО среди инвалидов с ПОДа, с повреждения опорно-двигательного аппарата. Но вот сейчас занимаемся размещением, то есть ищем место, где мы разместим инвалидов, именно колясочников, но пока успехов нету. Потому что даже вот мы смотрели дорогие гостиницы, центр города, если там в саму гостиницу он и в номер заезжает, то, например, ванная комната для инвалидов на коляске уже недоступна. Многие, ну и тут еще связано с тем, что разговаривали, вроде как директор одной гостиницы сказал, что да мы бы рады расширить, но дело в том, что конструкция вот эта желебетонная, она не позволяет. То есть расширить сверху балка, она говорит, если мы расширим, балка упадет. И что делать-то? Какой выход? Времени не так много. Ну, времени не так много, но будем что-то думать, как-то мы выходим. С власти вам каким-то образом готовы помочь в этой истории? Ну, финансы уже помогают, но здесь вот будем как-то совместно с инвалидами и колясками выбирать те гостиницы, где будет им наиболее удобно. Спортсмены из скольки регионов к нам приедут? Ну, не регионы, у нас Алтайский край. Алтайский. Это мы только, да, мы планируем где-то 80-100 человек принять у них нормы ГТО. Это вот будем рассматривать как нормы ГТО. Это не как вот просто сдача их, да? Это чтобы человек, наверное, посмотрел на свои результаты, на результаты других. И, наверное, какие-то выводы сделал. Может быть, скажет, а почему я хуже остальных? Может быть, на фоне этого человек займется собой, спортом. Может быть, получится какой-то новый герой. Спасибо вам огромное. Вы настолько скромно заражаете своим примером, что я желаю вам здоровья, новых успехов, новых побед. Это была программа «Сноска». Мы сегодня беседовали с Игорем Кузнецовым, председателем общественной организации физкультурно-здоровительного клуба «Инваспорт» о том, как, несмотря ни на что, преодолеть себя. Продолжение следует...